Ну а вечерняя программа собрала на Красной площади чуть ли не весь город. Праздничный марафон длился 5 часов. Его можно было посмотреть в прямом эфире национального телевидения. Телеверсию праздничного вечера вы увидите в ближайшее время. Молодые и уже успешные. Этим встроенным красавицам было доверено представлять туристический потенциал регионов страны. Впервые в Чебоксарах состоялся открытый всероссийский конкурс Мисс Туризм России. За главную корону воролись 28 девушек с разных уголков страны. Конкурсных программ было несколько и жюри детально оценивали выступления каждой участницы. Мисс Туризм России стала Анна Куменова. Она представляла город Сюмень. Наша Юлия Поличичина получила статус второй вице-мисс. На главной сцене состоялась и презентация первой муниципальной хоккейной команды Чебоксар. Жители впервые услышали именно о тех, кто будет защищать часть столицы в континентальной хоккейной лиге. По традиции, с днем города чебоксарцев поздравили глава республики, руководители столицы, гости. К 9 часам вечера на главной площади города было не протолкнуться. Еще бы! Концерт под открытым небом давал Олег Газманов. Народного артиста встречали бурными аплодисментами. Под знаменитую морячку танцевало даже нынешнее поколение. Несколько хитов было исполнено на бис. Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем России знамя! Еще одна замечательная традиция – праздничный салют. К нему невозможно привыкнуть. Каждый раз он приобретает новые яркие черты. Каждый раз он приобретает новые яркие черты.